Фильмов проводятся с 1961 года. Поговорим, в каком формате в этом году пройдет студенческий фестиваль в ГИК, какова география участников, сколько заявок, как завершился первый этап, российский этап. Позвольте, я представлю спикеров пресс-конференции, руководителя департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации Светлана Максимченко. Светлана Борисовна, рада вас приветствовать. Спасибо большое, что присоединяетесь. Также с нами на связи ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова, президент Ассоциации учебных заведений искусств и культуры, академик Владимир Малышев. Владимир Сергеевич, большое вам спасибо, также рада вас видеть. По приветствиям генерального продюсера Международного студенческого фестиваля в ГИК, Федор Попов. Федор Максимович, также рад вас приветствовать. Спасибо большое, что присоединились. Режиссер, руководитель мастерской в ГИК Андрей Ишпай, Андрей Андреевич, также рады вам, большое спасибо. И с нами на связи вице-президент МТС по развитию бизнеса, генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин, Игорь Николаевич, также рады вас видеть. Для наших зрителей, для стресс массовой информации, я напоминаю, что наше мероприятие проходит в онлайн-формате, СМИ принимают в нем участие дистанционно. Присылайте свои вопросы в специально созданном чате, чуть позже я их озвучу. Вопросы уже, кстати, поступают. Поэтому после нашего традиционного выступления всех спикеров, которые у нас сейчас с нами на связи, я обязательно озвучу эти вопросы. Ну, обначаюсь, Светлана Борисовна, позвольте вам предоставить слово для приветствия участников. И, конечно, ну, полагаю, это все равно, это огромное достижение, что даже при таких условиях мероприятия, в том числе студенческий фестиваль в ГИК, проводятся. И я знаю, что Министерство культуры тоже уделяет этому огромное значение и очень так бережно относится к мероприятиям, которые хранят традицию. А студенческий фестиваль в ГИК как раз из таких, из большой истории, из большой истории фестиваль. Пожалуйста, вам слово, что вы пожелали. Добрый день. Я от имени Министерства культуры Российской Федерации, от лица лично министра Ольги Борисовны Любимовой, хочу приветствовать всех организаторов и участников фестиваля. Действительно, Министерство культуры поддерживает фестиваль и уделяет большое внимание фестивалю в ГИК. Я же лично еще до того, как работала в Министерстве культуры, буквально год назад была в жюри фестиваля, и поэтому тоже тепло отношусь к фестивалю еще до того, как работала в Министерстве. Мы очень рады, что фестиваль проходит, несмотря на действительно тяжелое сейчас время, и вообще формат фестиваля меняется сейчас в режиме реального времени. Организаторы всех фестивалей задают вопрос, как же будет через неделю, через две, через три, как мы проведем фестиваль, не проведем. Это, в общем, наша сегодняшняя реальность. Мы не можем прогнозировать завтра, потому что не понимаем, какие ограничения у нас вступят на завтрашний день. При этом мы понимаем, что это нам дает тоже новую возможность онлайн-форматов проведения фестивалей. И я уверена, что даже после того, как все ограничения по оффлайн-режиму будут сняты, и мы продолжим смотреть все картины на большом экране, но я думаю, что и тогда сохранится вот этот онлайн-формат мастер-классов, обсуждений, онлайн-формат встреч, заседания жюри и так далее, потому что, безусловно, какие-то новые форматы мы для себя открываем, и организационно они бывают часто удачны и успешны, например, с привлечением тех же международных коллег, которые не всегда могут приехать и посетить Москву, не только в сегодняшнее время. В общем, часто бывает, что большие режиссеры, продюсеры и другие зарубежные игроки индустрии заняты с флотным графиком, не могут приехать в страну, но, тем не менее, сейчас мы понимаем, что всегда можно включиться в онлайн-обсуждения, в онлайн-мастер-классы, круглые столы и так далее, привлечь иностранных коллег. Что же касается, возвращаясь к фестивалю в ГИК, я, конечно, хочу отметить, что Министерство культуры поддерживает дебютное кино, поддерживает молодых режиссеров. Вот буквально сейчас у нас в разгаре конкурс дебютного кино, и более того, со следующего года у нас планируется увеличение финансирования дебютного кино до 100% его бюджета. Собственно, это решение было принято еще президентом Российской Федерации, когда он посещал в ГИК в октябре прошлого года, и тогда обсуждался как раз вопрос дебютного кино. У нас сейчас эти изменения в закон, они внесены в правительство, и мы рассчитываем, что уже к следующему году у нас все эти изменения будут в законе о кинематографии. И сейчас уже у нас идет наш дебютный конкурс. Огромное количество дебютов подано, в том числе и студентов, выпускников в ГИКа, среди них достаточно. И мы очень надеемся, что дебютное кино у нас будет открываться зрителю, и мы хотим, что чем больше у нас будет дебютантов в индустрии, чем больше у нас будет картин дебютантов, тем у нас здоровее будет наша индустрия в дальнейшем. И мы благодаря, в том числе, фестивалю в ГИК, благодаря, безусловно, в ГИКу, мы увидим будущее нашего кино. Спасибо. Спасибо большое, Светлана Борисовна. Если я не ошибаюсь, про то, что фестиваль в ГИК вам не чужой, в сети Музкино, которые вы возглавляли до недавнего времени, проходили же показы в рамках фестиваля, поэтому вот, видите, мы сегодня уже в другом вашем статусе. Но и, конечно, поговорим о том самом новом формате. Владимир Сергеевич, позвольте вам сейчас предоставить слово. Если я не ошибаюсь, впервые за долгую историю фестиваль пройдет в онлайн-формате по понятным для всех причинам. Расскажите, пожалуйста, все-таки те самые плюсы, о которых выше сказала Светлана Борисовна. Какие выявились плюсы в проведении фестиваля в этом году, 40-го фестиваля, он пройдет в 40-й раз. Поделитесь, пожалуйста, какие особенности проведения в этом году. Вам слово. Включите микрофон, пожалуйста, не слышим вас. Добрый день. Можно, конечно, говорить о плюсах, но вообще-то и о минусах можно поговорить, потому что любой кинофестиваль – это не только просмотр фильмов, которые можно посмотреть и в другое время, в других точках. Это все-таки важно на фестивале еще само общение, обсуждение творчества. Тем не менее, мы еще месяц назад все-таки надеялись, что будет в привычном формате, но, к сожалению, жизнь жестче оказалась, и мы начали быстро перестраиваться на онлайн-фестиваль. И действительно нашли какие-то плюсы, потому что фильмы ведь создаются для того, чтобы их смотрело как можно больше народа. Это такое искусство кино. На наш фестиваль могут подключаться и в Ютьюбе, и больше там что-то 360 кинотеатров все равно будут показывать у себя от сельских до крупных. Я цифрами не хочу играться, потому что у нас есть генеральный продюсер, он может все это рассказать. Единственное, что на первом фестивале, как обычно, мы в гиковские фильмы смотрим, более 170 фильмов, потом отобрали около 70 фильмов и уже определились победители в 13 номинациях. И наш фестиваль – один из немногих кинофестивалей, где вообще нет интриг и нет такой подковерной борьбы за призы. Как бывает на больших фестивалях, кто-то кого-то уговаривает, кто-то членом жюри. Нам подвод ищет. Нам важно просто посмотреть, как идет развитие творческого обучения, как появляются ли новые таланты, как мастера и педагоги наши умудряются с каждым годом, с каждым выпуском, ну, как-то выпускать в свет достаточно интересных молодых творческих людей. Вот, и поэтому, значит, вот после первого этапа, сейчас мы с 16 по 20 ноября уже переходим к международному этапу. Там у нас вообще в этом году, вот опять же, плюсы, да, невероятное количество подали заявок на участие в фильмах. Там что-то меня, если что, поправят, что-то 345 из 140 стран. В общем, только из Антарктиды ничего не прислали. Я смотрел эту географию, ну, из каких-то уголков, там, материков, в общем, активно. Но потом отборочная комиссия где-то порядка 60 фильмов отобрала, и уже пойдет второй этап. Международное жюри замечательное, руководит Ким Кедук, это уже само по себе там, но там есть и другие иностранцы достойные. Вот, и хотелось бы упомянуть, что еще у нас будет одновременно проходить театральный фестиваль. Это наших вузов, 6 вузов наших российских и 4 иностранных вузов, Чехия, Сербия, Польша и Китай. Но вот здесь я не знаю, плюс или минус, потому что спектакль, конечно, лучше бы смотреть живьем. Тут многое тогда будет зависеть, как еще отснят этот спектакль. Или там он с пяти камер, там, с крупными планами и так далее. Ну, своя технология съемка телеспектакля, да. Или это с одной камерой, и тогда как-то сложнее будет сравнивать. Ну, специалисты, профессионалы, конечно, увидят талантливое исполнение все равно. Вот, поэтому, ну, надо сказать, конечно, мы гордимся. Нам прислал поздравление президент России, нам председатель Государственной Думы Володин Вячеслав Викторович, он председатель Почтического совета в Авгике, вот, министр культуры, в общем, и генеральный спонсор у нас сейчас, Мост Медиа и руководитель этой системы тоже, Владимир Петрович Евтушенко, тоже прислал приветствия. Так что мы всех приветствуем в пожеланиях и надеемся, что фестиваль пройдет хорошо, задорно, будем общаться через интернет. Но надеюсь, что наше тепло, тепло наших душ и сердец все равно пройдет через холодный экран компьютера. Спасибо. Спасибо вам большое, Владимир Сергеевич, но говорить плюсов никаких, только фактически о них и говорили. Ну, конечно, понятно, с оговоркой на все эти и минусы тоже, тем не менее. 30 октября, я напомню, завершился российский этап фестиваля, это я напоминаю для СМИ, 16 ноября стартует второй как раз международный этап. Ну, вы цифрами не захотели, как вы сказали, играться? Я попрошу за цифрами, я тогда к Федору Максимовичу схожу. Федор Максимович, вам позвольте предоставить слово. Уточните, пожалуйста, еще разок для точности данных, количество поданных заявок. И, конечно, очень интересно узнать географию участников. Вам слово. Ну, во-первых, я не откажу себя в удовольствии еще раз повторить то, что говорил Владимир Сергеевич, и поблагодарить Министерство культуры за ежегодную поддержку нашего фестиваля. Мне отрядно было услышать слова Светланы Борисовны в отношении Министерства культуры не только к фестивалю, но и к дебютному кино. Как вы понимаете, мы этим занимаемся не один год. Это наше очень такое, ну, такое серьезное дело, если не дело жизни, но, в общем, наше очень важное дело, которым мы занимаемся. Огромное спасибо вдохновляет нас. Такая поддержка и дает сознание, что мы делаем что-то правильное. Это, во-первых. Я очень рад, что, несмотря на ситуацию непростую с этим, с ковидом, фестиваль, как это ни странно, ни удивительно звучит, развивается. Действительно было подано 345 заявок, рекордное количество заявок в этом году, иностранных заявок на международный фестиваль из 52 стран, 49 киношкол. В итоге было отобрано 59 заявок, из них 55 иностранных, 4 российских, из 40 стран. Это такой рекорд своеобразный. Дальше, что касается показов в России, мы стремились в этом году довести количество городов и населенных пунктов, просто так, символически, до 440 фестиваль, юбилейный. И мы к этой цифре почти пришли. Потом, к сожалению, некоторые площадки стали закрываться. Сейчас у нас 309 городов и населенных пунктов, 318 площадок. Это я говорю сейчас про оффлайн-показы. Понятно, что возможности онлайн-показов, они расширяют аудиторию. У нас на первом этапе там были десятки тысяч участников просмотров. То есть аудитория у нас в этой ситуации не сужается, а расширяется. Дальше. Одновременно у нас идет театральный конкурс, в котором будут участвовать 10 школ театральных, в том числе 5 российских и 4 иностранных. Вернее, 6 российских и 4 иностранных. Так, что еще сказать? Да, я очень рад, что тоже Владимир Сергеевич упоминал, что у нас такое внимание президента к нашему фестивалю и вообще к дебютному кино и Кавгибу в частности. И это тоже нас вдохновляет. У нас появляются новые партнеры, генеральный информационный партнер, я его, точнее, не спонсор, а информационный партнер МТС Медиа у нас. Вот Игорь Мишин об этом скажет поподробнее, я думаю. И у нас появился спонсор очень достойный, очень важный для нас, который учредил денежные призы впервые в этом году. Понятно, что для студентов, которые потом думают уже о своей будущей работе, коротметражной или полнометражной, небольшой денежный приз имеет большое значение. Компания называется Иннопрактика. Они учредили три приза. Такая специальная номинация называется Глобальные ценности. То есть здесь есть установка на некую идеенную, что ли, смысловую составляющую и возможность потом поддержать студентов, которые правильно мыслят, мыслят в правильном направлении. Вот 16 понедельник начинается фестиваль. Помимо конкурсной программы, помимо того, что я сказал, у нас сохраняется большое количество специальных мероприятий. Это показ программы анимации Пекинской киноакадемии, мастер-класс Ника Хиддинса, документалист известного мирового уровня, Вечер памяти Сергея Федоровича Бондарчука и другие мероприятия, в том числе еще и форум молодого кино, мастер-класс Кирилла Вытоптова на тему внутренний процесс актера, пичин дебютантов. Вот коротко, коротенько, так сказать, о нашем фестивале, который начнется в ближайшей понеделье. Спасибо большое. Да, еще чуть позже, полагаю, вернусь к вам с рядом вопросов. Андрей Андреевич, позвольте вам предоставить слово. Ну, вначале я уже коротко упомянула про традиции фестиваля и про так называемую преемственность поколений. И, наверное, как педагогу вам отрадно видеть успехи своих учеников. Они были, были в том числе и победители студенческого фестиваля в ГИК, которые потом начинали уже свою такую большую творческую дорогу, и еще впереди, впереди она у них. Вот насколько это является важным и остается ли вот в таком немного, ну, сухом, принято называть онлайн-формат, насколько важно вот это вот сохранить, и что вы ожидаете от 40-го фестиваля в ГИК? Не слышно вас, микрофон. Судьбы мастерских вообще очень разные. И как бы по-разному складывается потом режиссерская судьба. Вот у меня всегда пример, что, скажем, мой мастер Татьяна Михайловна Леознова, она один из моих мастеров, она сняла свою первую картину через 9 лет после. Ну, там разные были обстоятельства, послевоенные, естественно. Но, тем не менее, 9 лет был разрыв. А вот мой выпускник пятилетней давности, потому что сейчас у нас пятый курс, моя мастерская, он, закончив в ГИК, через год продюсеры были, Попов и Малышев, они, он сразу же вышел из ГИКа, снял дебют, выиграл кинотавры, и дебютный, и большой кинотавр. Так что очень разные судьбы, очень разные мастерские. И я должен сказать, что вот в этом году сложилась, в общем, достаточно сложная ситуация для ребят, потому что студия периодически закрывалась в связи с ковидом, в связи с эпидемией. И завершать курсовые работы им было очень сложно. Но, тем не менее, кто-то не демонтировал, но, тем не менее, из 19, я скажу, что работ 10 получились как-то очень мощные, сильные для курсовых работ. Ну, и даже не для курсовых работ. В общем, они вышли как-то за рамки, уже приближаются к такому ощущению пространства кино, к дипломам. И это, в общем, как-то так было неожиданно для меня, хотя, конечно, я понимаю, что работали они очень тщательно, потому что студия закрывшись, значит, постпродакшн закрывается, завершить невозможно, опять разрыв, опять... Но, тем не менее, все спешили. Я был председателем жюри на ГИКском фестивале, по-моему, два раза еще до того, как стал преподавать во ВГИКе. И должен сказать, что, конечно, заслуга ВГИКа, вообще заслуга ВГИКа большая в том, что это какой-то такой совершенно особый мир, который все, кто здесь учился, кто заканчивал, вспоминают с каким-то особым теплом. Вот этого ощущения свободы, ощущения себя, когда ты можешь найти способ... Себя можешь найти. Потому что, в первую очередь, что должен сделать человек, поступивший во ВГИК на режиссерский факультет? Определить, что он из себя представляет, что он может. И вот среда ВГИКа, вся среда, при всех проблемах, сложностях и вокруг нас во времени, и внутри, естественно, есть проблемы, эта среда позволяет развиваться вот такому существованию юных художников еще, и потом они перерастают, и вы знаете, какое количество выдающихся режиссеров заканчивали ВГИК. Вот надеемся, конечно, что так. И, конечно, самое главное, что это ощущение сохраняется. И в фестивале тоже, потому что как ребята ждут его, как они хотят туда попасть, как хотят показать, успеть завершить все работы. Это, конечно, отдельная история. И как они работают. В связи с этим, вот я, скажем, сейчас говорил о том, что хотелось бы, конечно, чтобы и победитель студенческого жюри попадал на международный фестиваль. Будем надеяться, что этот вопрос как-то решится, потому что, конечно, там тоже очень, надо сказать, представьте, выбрать из такого количества работ ребятам, выбрать коллегу своего. Это отдельная история. Но они это делают крайне справедливо и очень тщательно. Это вот особая атмосфера. Она сохраняется. И спасибо ВГИКу. Мы будем надеяться, что он международный фестиваль, который был и вот тогда, когда я был. Он тоже был. Он тоже сохраняется. Он тоже сохраняется. И во многом вот эта атмосфера ВГИКа позволяет как-то налаживать вот эту человеческую, человеческие контакты в мире. Понимаете? Это непростая история при таком сложном мире. Но во ВГИКе он решается. Понимаете? Он решается. Поэтому спасибо всем ВГИКу, Министерству культуры, ректоратам, что эта возможность для студентов сохраняется. Спасибо. Спасибо вам большое. Позвольте, я сейчас предоставлю слово Игорю Николаевичу. Это будет вопросом, одним из вопросов о средств массовой информации, которую я сразу озвучу. Сергей Семаков. Еще до прихода в МТС вы активно поддерживали молодых кинематографистов. Отдельное спасибо за поддержку фестиваля уличного кино, которое стало развиваться гораздо активнее при вашем участии. Что вы ждете от сотрудничества с фестивалем? Для вас в первую очередь интерес к фестивалю контентный или кадровый? Я авторство вопроса сохранила, Игорь Николаевич. Ну и еще я напомню, что вы, извините, не помню, в каком году были членом жюри фестиваля. И от меня уже вопрос. Мне вообще кажется, всегда очень сложно кого-то оценивать. А когда огромное количество заявок, а когда уровень работ высокий, оценивать еще вдвойне, втройне сложнее. Для вас критерии оценки каковы? Можно ли это вообще описать словами? Ну и тот самый вопрос, что вы ждете от сотрудничества с фестивалем. Как увидели в развитии, если я не ошибаюсь, там в 16-м году, по-моему, вы были членом жюри. Как развивался на ваших глазах? Ну, действительно, с осени 16-го до осени 20-го в моей профессиональной жизни много чего произошло. И, надо сказать, приглашение возглавить жюри, быть председателем жюри осенью 16-го сыграло для меня определенную такую роль, достаточно сильную, как бы, потому что в тот момент я был в таком неком творческом отпуске, так сказать, поиске каких-то новых вариантов применения сил. И работа в жюри во ВГИКе на Международном ВГИКовском фестивале подвинула меня, конечно, после этого я придумал там мастер-класс для молодых кинематографистов, как готовить и защищать публичные заявки. Там много и во ВГИКе встречался с студентами и все. У меня какая-то, в общем, такая пошла полоса, которой до ВГИКовского фестиваля в моей жизни не было. То есть я очень много времени стал проводить, ну, в общем, как бы, передавая, что ли, какие-то знания, опыт молодым, поддержав их работы через упомянутый фестиваль в личном кино. Вот, и что интересно, на том фестивале в 16-м году, как я помню, лучший сценарий получила короткометражка под названием «Нарушка», вот, Леонид Гардаш и ее автор. И, в общем, за эти годы были разные варианты, как это состоит. В общем, мы в январе, видимо, в производство кино заходим, который теперь будет называться «Я слежу за тобой», но в основе вот эта коротышка, которую тогда я заметил на ВГИКовском фестивале. То есть вот такая, скажем, практическая история, которая действительно закончилась тем, что Леня сейчас будет снимать большой фильм с этими героями, написан сценарий и так далее. Лирическое отступление. Да, но уже в контексте компании МТС-Медиа, безусловно, существовала давничная связь между ВГИКом и АФК-системой, акционером МТС, и мы просто приняли эту традицию, как компания, которая профильная, появилась в структуре МТС, которая год назад, с прошлого сентября, МТС-Медиа организована. И для нас, в общем, почетно, что мы выступили партнером фестиваля, помогли укрепить, как бы, так сказать, бюджет фестиваля для того, чтобы все состоялось и все прошло, и это приглашение именно, ну, еще раз говорю, достаточно почетно, потому что, в принципе, МТС, ну, то есть, не киношная, скажем так, не медийная компания, компания, которая пришла, и мы видим, как на рынок кинопроизводства приходят новые игроки, совсем, как бы, ранее, еще несколько лет назад, не связанные с рынком кино. Это IT-компания, телеком-компания, вот так, и эта тенденция, так сказать, общемировая, когда IT-бизнесы начинают очень близко проникать друг в друга и создавать большие какие-то цифровые проекты, это примета времени, и мы, в общем, в русле этого события и существуем. Поэтому для нас это очень почетно, что не телевизионная, не киношная, не медийная компания приглашена в партнеры фестиваля. Мы, безусловно, откликнулись, и с учетом, ну, кого-то моего личного интереса к этой теме персонального, это сложилось. Вот, от нас работает наш креативный директор Наташа Исакова, член жюри фестиваля, отсматривает работу и как-то будет, в общем, посмотрим, что она принесет обратно по итогам фестиваля, может, какие-то предложения в части того, что какие-то талантные, обратим внимание. Но мы используем площадку фестиваля еще для одного хорошего дела, в котором тоже заинтересован ГИК, и мы заинтересованы. Есть традиция, не нами придумано, что иногда какие-то компании учреждают персональные стипендии для студентов, повышают размеры этой стипендии, отмечая лучших студентов. И мы тоже приняли решение о том, что МТС Медиа профинансирует 10 повышенных стипендий с режиссером, сценаристом, оператором и художником-постановщиком. Безусловно, это не, в прямую это не связано прямо, прошу правильно понять, с итогами фестиваля и с теми призами, о которых упоминал Федор, которые будут вручены победителям в соответствующих номинациях. Мы просто используем начало нашего сотрудничества сразу в двух ипостасях, и как партнеры фестиваля, и как источник дополнительной какой-то стимул, мотивация, какая была у студентов. Готовим это решение вместе. Безусловно, это ректорат ГИКа подготавливает некие решения, выбирает студентов, которые вести, потому что мы так, безусловно, не погружены оперативно каждый день в дела. Но тоже, еще раз повторю, оба этих события для нас очень важны, как компании, которой надо как-то, в общем, обретать какую-то репутацию, как части медиарынка уже, а не только рынка телеком-услуг. Поэтому мы с превеликим удовольствием и личным, и профессиональным в этом участвуем. То есть спасибо за приглашение. Надеюсь, в общем, мы с этого года станем постоянными партнерами фестиваля. Абсолютно точно. Спасибо вам большое. Вот так вот и личный ваш, ну, ваша любовь к кино, с чего греха таить, может перерасти в такое достаточно серьезное сотрудничество. Владимир Сергеевич, позвольте, я вам один вопрос адресую, один из моих любимых. Вопрос про разделение женского и мужского. Но, тем не менее, есть у меня такой автор, тоже Сергей Симаков. Все больше и больше девушек приходят в кино, учатся на продюсеров и режиссеров, снимают достойные фильмы, получают призы на разных фестивалях, в том числе и на фестивале в ГИК. Владимир Сергеевич, как вы относитесь к данному тренду? Ведь еще пару десятилетий назад женщин в режиссуре можно было сочетать по пальцам. Это временное явление или долгосрочный мировой тренд? И как, кстати, обстоят дела с женским и мужским на этом студенческом фестивале? Вам слово. Это, я уже считаю, что это мировой тренд, потому что, ну, уже лет 6-7 назад очень активно на вступительных экзаменах лучше всего показывали себя девочки. Особенно на операторском, когда все истории в ГИКа, если раз в 10 лет одна девушка попадала на операторский факультет, то это было достижение, великое событие. Ну, а сейчас 60% на каждом факультете – это девушки. Но мы интересовались в других школах, и во Франции, и везде, и там тоже самое. Видимо, поддавливают они наших молодых и юных ребят. Я спрашиваю у педагогов, почему. Потому что они более активные, более целеустремленные. Мне даже, у меня своя теория. Все-таки раньше более суровая жизнь была, и вот в мое время, когда была юность, и нам приходилось уже там лет 14-15 как-то быть самостоятельными, а уж потом, если там 99% в армию попадали, после армии возвращался уже нормальный мужик. Сейчас все-таки тепличные условия для ребят. И вот женщина в этой... Да не мне вам рассказать, вы-то все знаете. Но я думаю, что наш фестиваль как раз не пойдет вслед за Оскаром, чтобы гендерную проблему иметь в виду. Так что нам особо приятно, когда талантливая девушка или талантливый парень в этом плане значения не имеет. Тем более сейчас такие технологии, техника. Это раньше оператору надо было там таскать камеры огромные и так далее. Сейчас это уже совсем другое. Женские руки это вытерпят. Спасибо. Спасибо большое. Светлана Борисовна, позвольте вам тоже адресовать вопрос. Он немного общий. Выходит за рамки только конкретного мероприятия, о котором мы говорим. Планирует ли в дальнейшем Министерство культуры и дальше поддерживать другие мероприятия, где дается дорога молодым творческим людям? Ну, может, подавить в виду другие студенческие фестивали, другие молодежные инициативы. Как я уже сказала, Министерство культуры, безусловно, поддерживает молодое кино, молодых режиссеров, дебютантов. И поэтому мы, безусловно, будем рассматривать все проекты, связанные с дебютами. И я знаю, что есть, да, проекты, фестивали дебютов. И я думаю, что это вполне себе реалистично. Мы посмотрим, что у нас будет, конечно, с мероприятиями в следующем году в связи с пандемией. Насколько у нас фестивали будут проводиться и не переноситься. Будут проводиться они в онлайне или в оффлайне и так далее. Это, конечно, накладывает определенные ограничения на наш план по фестивалям и по поддержке мероприятий. И в целом сейчас план на следующий год пока не сформирован, потому что он будет во многом зависеть от развития ситуации. Но, безусловно, наша позиция, что мы поддерживаем дебютное кино, поддерживаем мероприятия, связанные с дебютным кино, поддерживаем студенческие и молодежные инициативы. Спасибо большое. Благодарю вас, Федор Максимович. Позвольте вам вопрос. Мы, можно сказать, так урывками назвали жюри второго этапа, профессиональное жюри. Давайте мы еще разок для тех, кто не с самого начала смотрит нас по трансляции, задают этот вопрос. Кто будет оценивать профессиональное, кто будет оценивать работу второго этапа? Давайте назовем имена. И также есть вопрос про жюри театрального конкурса, о котором в своем выступлении сказал Владимир Сергеевич. Да, конечно. Ну, как же сказал Владимир Сергеевич, председательным жюри кино конкурса у нас в этом году является Ким Кедук, членом жюри Ник Хиггинс, Великобритания, оператор, режиссер гимнентального кино. Отто Адля, Швейцария, кинорежиссер, фотограф, профессор. Это Наталья Исакова, Россия, креативный директор МТС Медиа. И Юлия Хлынина, Россия, актриса театра и кино. Это кино-жюри. Театральную жюри возглавляет Евгений Ткачук. В него входит Андрей Максимов, театральный режиссер, драматурный журналист. Марина Коростылева, Россия, редактор программ на телеканале «Культура, театровед». И Майя Промоторова, Болгария, искусствовед, ведущий эксперт Болгарского культурного центра в Москве. Вот такие у нас два жюри. У нас по традиции каждый год работает в обеих конкурсах, в первом этапе и на втором этапе студенческое жюри, которое представляет, как правило, возглавляет, вернее, призер прошлого фестиваля, это Станислав Светлов, председатель жюри, режиссер, выпускник, режиссер факультета в ГИФ. В прошлом году он получил гран-при. Вот мы один из проектов в этом году дебютный, уже подали в Минкульт. Надеемся, он не пролетит там, простите за сленг. Дальше входит туда. Пока Минкульт с нами, правильный посыл. Я не могу не воспользоваться возможностью. Фильм называется «Ада». Дальше Владимир Крамаренко, студент режиссерского факультета ГИТИС. Александра Лещенко, выпускница факультета журналистики МГУ. Денис Сержаков, студент 4-й курса школы студии МХАК. Ирина Садчикова, режиссер, выпускница режиссерского курса высшей школы кино-арт. И Наталья Пустовалова, режиссер-сценарист, выпускница Санкт-Петербургской академии театральных искусств РГИСИ. Вот такие у нас три жюри. Еще вопрос? Я, кстати, позвольте, после предыдущего вопроса, у меня есть, наверное, интересный страх по поводу женского кино. На первом этапе фестиваля призы распределились так. Я не буду все зачитать, их очень много, зачитаю только главные, которые вошли уже в международный конкурс. Гран-при. Я хочу тебе что-то сказать. Режиссер Атана Агарба. Девушка. Мастерская Соловьева. Залучий работа режиссера в игровом кино. Фильм «Над городом». Режиссер Малик Махимеджан. Мастерская Андрея Андреевича Ишпая-Фенченко. Залучий работа режиссера в неигровом кино. Мам. Режиссер Ваге Микелян. Мастерская Миршниченко и Зоновой. Залучий работа телевизионный режиссер «Семья». Режиссер Елизавета Полицан. Мастерская Скуйбина и Малкина. Вот ответы на вопрос. И лучшая работа режиссера анимации «Праздничный ужин». Режиссер Наталья Абрамова. Интересно, да? Вот и ответили вы на вопрос, просто зачитав. Еще позвольте один вопрос. Сколько продлится международный этап? И сколько картин представит от России на фестивале? У нас по регламенту все картины, которые я сейчас назвал, победители первого этапа в анимации, в неигровом кино, в игровом кино и гран-при, то есть четыре картины, они проходят уже в международном соревновании. И они прошлют. Они будут и сейчас в этом уже международном конкурсе. Вот Андрей Андреевич предложил, чтобы еще и картина, получившая приз «Звездных симпатий», тоже входила. Мы это рассмотрим. В общем-то, я думаю, в этом есть тоже некий смысл, поскольку приз «Звездных симпатий» просто так не дается. Я подчеркну, приз студенческих «Звездных симпатий», то есть это студенческий приз. Федор Максимович, сколько продлится международный этап? Он будет идти с 16 по 20, то есть с понедельника по пятницу. Хорошо, отлично. И по географии. Позвольте вернусь к географии. Сейчас количество стран стало, я так понимаю, география стран стало значительно больше. Связано ли это с онлайн, вот таким режимом сейчас? Или с чем по-вашему? И какие самые неожиданные уголки планеты подали заявки? Вы знаете, ну там я говорил, сколько стран у нас подано. То есть 345 заявок было подано из 52 стран. Раньше сколько стран подавали на аналогичный этап? В прошлом году, я не помню, сколько подавало. В прошлом году у нас было не 40, там прошло в итоге, а было 30 с чем-то, 33, по-моему. В позапрошлом было 40 стран, участниц. Подчеркну, это те, которые отобраны. Там есть тут неюансники, потому что мы же принимаем только киношколы, которые входят в селекты. У нас есть некий отбор. Мы не можем всей киношколы, частные. То есть это некий тоже статус. Я понимаю, да, это уже отобрано. Мы соблюдаем некий уровень фестиваля. У нас не может любой желающий из любой недавно учрежденной киношколы подать заявку. Мы соблюдаем некий регламент, некий порядок такой, чтобы не было случайных вещей. Есть ли какая-то заявленная тематика произведений, картин, которые подаются, или разрез большой, и если он большой, то все-таки, может быть, есть какие-то, не знаю, наиболее востребованные темы, которые ребята поднимают в своих работах. Вы знаете, вот в чем прелесть? Такой вопрос я часто слышу, очень каждый год и даже много раз в год. Дело в том, что вся прелесть вот этого фестиваля в многообразии, а не в единообразии. Вот как раз тематик очень много. Ну, представьте, очень разные страны. Это представлены все континенты. То есть в каждой стороне, на каждом континенте свои проблемы. Объединяет их одно. Это, что свойственно молодежи, искренние отношения. То есть это такое искреннее самовыражение. Они действительно выражают то, что у них болит, то, что их трогает сейчас. Это актуальное кино. Но оно очень разное, повторяю. Вот даже те картины, которые я назвал, картины призеров, но они очень разные. Там вот картины из студентки мастерской Андрея Андреевича Ишпая. Там одна тема. Там вот эта Аграба девушка из мастерской Соловьева. Там совсем другая тема, связанная. Ну, я немножко открою секрет. Она связана отчасти с теми событиями военными, которые у них были. Мы живем, у нас мирное время, мирная жизнь. У нас все благополучно, спокойно. Но где-то в каких-то уголках даже нашей страны не так спокойно. Вот люди, которые учатся в Афгике, они это остро переживают, воспринимают. То есть это очень такая, знаете, у них открытое, что ли, ну, открытое душа, не знаю, открытое сердце. Может, это пафно звучит, но они остро реагируют на все, что происходит вокруг. Вот это объединяет. Ну, повторяю, очень много разных тем, очень много разных проблем в каждом уголке каждой страны. Владимир Сергеевич, позвольте к вам вернусь. Относительно традиций, относительно тех важных вещей, которые вы преподаете и проносите, и традиции фестиваля, бесспорно, есть. Но так как фестиваль уже пройдет в сороковой раз, ну, там разные были этапы в жизни фестиваля, но тем не менее в сороковой раз он проходит уже. Все-таки насколько, ну, есть ли какая-то формула, как эти традиции сохранять, как их вот нести из года в год, из года в год, из фестиваля в фестиваль. И с такой теплотой говорить о всех тех ребятах, с которыми это делаете вы. И насколько все-таки важно сохранять вот ту самую желание от сердца помочь молодым, талантливым ребятам. Насколько сложно вот сохранять это и нести это через годы. Поделитесь, пожалуйста, некой формулой вот такой сердечной открытости и готовности помочь ребятам. Ну, вы знаете, для нас действительно важно, чтобы во ВДИКе была такая свободная творческая атмосфера. У нас все-таки, ну, и я когда-то учился, и в те времена все-таки педагоги не как какие-то строгие начальники, а как старшие товарищи и общение с мастерами, с педагогами, студентов очень свободное. Там вот тот же Сергей Соловьев рассказывал, как их Михаил Ильич Ром, их мастер, приглашал там в свою маленькую квартирку, и они по пять часов пили чай, а ребята после армии, которые им даже наливали другое, и они просто говорили о жизни. И вроде бы, что тратите время знаменитому режиссеру на разговор о жизни? А, собственно, просто за этими разговорами учил их мыслить, учил воспринимать мир более вдумчиво, да? Вот. Поэтому все держится во ВДИКе на мастерах и педагогах. Пока здесь будут вот мастера и педагоги, и опытные, и творческие, и именитые, ВГИК будет ВГИКом. Как только будет набираться педагогический состав так, лишь бы кто пришел, мы превратимся в ПТУ. Вот. И тот же Сергей Соловьев иногда говорит до сих пор, что во ВДИКе можно пять лет учиться и ходить на все лекции, а можно просто пять лет ходить по его коридорам и общаться во ВДИКе, и ты все равно станешь нормальным кинематографистом. Вот. Нам очень важно сохранить эту атмосферу, которая, к сожалению, с этими плюсами сегодняшней дистанции несколько сложнее, но как-то все-таки она сохраняется. Благо нам вот вчера Министерство культуры все-таки разрешило малогруппные занятия по творческим предметам. Очень важно быть в самом ГИКе студентом, и тогда традиции будут продолжаться. Спасибо большое, коллеги. Наверное, я буду завершать наше мероприятие, с Вашего позволения. Вопросы о средств массовой информации я все озвучила, но и достаточно подробно мы все-таки поговорили о начале второго этапа, международного этапа Международно-студенческого фестиваля в ГИКе. Я напомню, что стартует он 16 ноября и продлится до 20 ноября. Поговорили о географии, так что нам остается только пожелать удачи всем тем, кто только начинает свой путь в кинематографе. И мастерам хотела бы поблагодарить низкий поклон за такие теплые слова, за такую душевную открытость, помогать ребятам, членам жюри. Хотела бы пожелать приятного просмотра и получить удовольствие от увиденного. Ну а всем хотела бы пожелать здоровья, и чтобы уже следующие наши мероприятия, которые на площадке информационного агентства ТАС уже стали традиционными, прошли уже более привычным нам оффлайн-формате. Мы с удовольствием вас ждем в нашем здании на Тверском бульваре, дом 2. Огромное вам спасибо. Я благодарю всех спикеров, которые сегодня были с нами. Благодарю всех зрителей, которые смотрели нас в трансляции. Всем большое спасибо. Наше мероприятие окончено. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.